Конечно же мы не можем упустить то, что произошло сегодня ночью. Ну, данные разнятся. Некоторые говорят ближе к утру, некоторые говорят, что было около двух часов ночи. Кто дезинформирует, для чего это делает, я не знаю, потому что МВД это по-любому должно знать, когда точно случилось то, что произошло в поселке Княжичи под Киевом. Ну, теперь давайте... Вообще история очень интересная. И самое интересное, это то, как комментируют представители МВД. Давайте послушаем. Сегодня ночью сотрудники полиции выслеживали группу грабителей, которые должны были грабить, планировали один из домов в поселке Княжичи. Заранее были размещены сотрудники полицейской разведки в одном из брошенных домов, которые должны были санализировать при езде грабителей. Решили брать на горячем, для этого спрятались в заброшенном доме. Как я понимаю, дом должен был находиться в непосредственной близости от того дома, который, собственно, и планировали грабить грабители. Информация об ограблении попала в полицию, и полиция сработала суперпрофессионально, разместив разведчиков. Слушаем дальше. И должны были по классической схеме взять на горячем. Однако, по трагической случайности в одном из соседних домов сработала охранная сигнализация, на место выехали сотрудники в госслужбах РАК. Такие определения, как трагические случайности, цепь трагических случайностей, неимоверная цепь трагических случайностей, сегодня звучат слишком часто, причем из уст представителей МВД. Шкиряк, тот же Герасченко. Трагическая цепь случайности, которая привела вот к этой вот перестрелке. Но теперь давайте задумаемся. Вот этот дом, как я понимаю, в котором прятались разведчики. А вот этот дом, скорее всего, планировали ограбить. Или же вот этот дом планировали ограбить. И по трагической случайности, именно в это время, в одном из этих домов, включается сигнализация. Почему она не включалась до того, как приехали разведчики? Или она включалась каждую ночь по несколько раз, когда пробежит кошка, пролетит ворона? Или же все-таки в этот дом кто-то пытался залезть? Ну, кто? Они увидели следы на снегу, которые вели в заброшенный дом. И решили, что в этом доме находятся потенциальные грабители. Задержали сотрудников милицейской разведки. То есть сотрудники ГСО увидели следы, которые вели в дом. Откуда вели эти следы? Просто от дороги. И сотрудники ГСО обладают таким зрением, вы знаете, как у совы, что ночью или там даже в 4-5 утра заметили эти следы. А преступники, которые собирались ограбить этот дом, данных следов никогда в жизни не заметили бы. Или же следы в заброшенный, заброшенный строящийся дом, вели от дома, где и сработала сигнализация. Тогда почему же сработала эта сигнализация? Странно. В этот момент сотрудники угрозыска, из подразделения КОРД, которые готовились задерживать грабителей, решили, что сотрудники разведки стали заложниками у бандитов. Произошла перестрелка. Вот предположение, а не могла ли эта цепочка следов идти от дома, который и намеревались ограбить грабители. И не был ли связан вызов сигнализации с тем, что в него пытались забраться те, кто оставили эти следы, которые после этого укрылись в рядом строящемся доме. Просто предположение. Грабители, услышав эту перестрелку, пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны. Их трое. Их изъят огнестрельное оружие. У них было предъявленное обвинение в грабежах. Эта банда ограбила уже почти до десятка домов киевлян, жителей Киевской области. Грабители же, услышав выстрелы, по всей видимости, они находились прямо на соседней улице и потирали ладони в предвкушении готовящегося ограбления. И убежали. Но их смогли задержать. Они ехали, кстати, на двух ЛН-крузерах, как сообщается. Но их пока что еще не показывали. Может быть, на момент блога покажут уже этих преступников и их героическое задержание. В общем. Их задержание должно было быть классической спецоперацией, но произошла трагическая случайность. Сейчас на месте работают следы прокуратуры. Я тоже уже был там. Устанавливаются все детали посекундно. Наши разведчики уже вовсю шерстят княжичи и узнают удивительные вещи о том, что перестрелка была из автоматического оружия, потом какие-то одиночные выстрелы, а потом взрыв гранаты. Как рассказывают, вроде бы как светошумовой. Но кто знает, что это вообще была за граната. Сработала сигнализация в среднем доме случайно. Приехали сотрудники госслужбы охраны, которые не знали, что на этом месте происходит спецоперация. И они приняли двух сотрудников разведки, находящихся в заброшенном доме, за потенциальных грабителей. Задержали их. Глупо предполагать, что сотрудники разведки МВД находились в этом заброшенном доме в форме. И сотрудники госслужбы охраны вполне могли принять спрятавшихся разведчиков МВД за преступников. Могли их задержать, даже могли задержать жестко. Однако же глупо предполагать, что сотрудники разведки МВД находились в этом доме без средств связи и не могли сообщить о случившемся тому же корду, который должен был приехать и захватить преступников, которые собирались ограбить дом. Кроме того, мне кажется, нелогичным допустить, что когда их поканули, этих сотрудников МВД, разведчиков, они не сообщили сотрудникам ГСО, кто они такие. В этот момент сотрудники угрозовка, готовившиеся задерживать грабителей, подумали, что задержаны их разведчики, и они попали в руки к грабителям. После этого на место выезжает корд, начинается перестрелка. Почему начинается перестрелка? Смотрите, вот так вот выглядят сотрудники ГСО. Если вы мне скажете, что их можно принять за бандитов, то я с вами абсолютно не соглашусь. Более того, на головах у них, когда они выезжают, это обычно такие космические шлемы. Милиция, видите? Никто не мог предвидеть, что в этот момент, в это время, ночью в этом месте будет случайный вызов сигнализации, который, кстати, произошел в доме, в котором уже не было хозяев. Да, это на самом деле поразительно. Такое случается раз на миллион лет, я думаю. Потому что именно в этом доме, именно в доме, в котором спланируется совершить преступление, а рядом как раз-таки засела разведка МВД, срабатывает сигнализация. От ветра, от космических сил, от магнитных полей или от того, что кто-то в дом залез. Вы спросите, окей, окей, это все может быть даже интересно, но только расскажи свою тогда версию произошедшего. Я расскажу, но опять-таки подчеркну, это всего лишь версия, и она предварительная. Чуть позже, дай бог, мы получим кое-какие интересные данные из поселка Княжичи и из других мест. В общем, мое предположение, сугубо предположение сто раз подчеркнул. Итак, в дом залезли именно те, кого и задержала государственная служба охраны. Перестрелка могла произойти в доме, который находится рядом, в этом самом заброшенном, потому что те, кто забрались в дом, могли переместиться туда и занять там оборону. А уже в качестве подкрепления подтянулся корт, который начал всех гасить. Если предположить, что верна именно эта версия, значит мы имеем дело с четко структурированной преступной группировкой, которая носит форму, имеет оружие, разрешение на оружие, ну и все сопутствующие блага. Если разведчикам МВД необходимо прятаться для того, чтобы сообщить о прибытии преступников, то сотрудникам государственной службы охраны прятаться не надо. Они подъехали на своем, на четко понятном автомобиле и подъехали прямо под дом, где и сработала сигнализация. Во всяком случае, они оставили свой автомобиль где-нибудь, ну они не с парашюта вспрыгнули. Если сотрудники корт настолько плохо видящие, что не заметили автомобиль сотрудников государственной службы охраны, то каким образом они смогли положить несколько сотрудников, которых можно было застрелить только в лицо, наверное, потому что это было единственное место, не прикрытое броней. Что могло произойти? Государственная служба охраны могла задержать людей, которые пытались ограбить дом. Люди, которых задержали, могли сказать, что ребята, ребята, свои у нас от руководства указания, на что государственная служба охраны могла сказать нам все равно. И вот это вот привело к конфликту. Есть и другая версия, дом могли пытаться ограбить представителей государственной службы охраны. Напомню, две недели назад. Враховуючи, что квартира потерпелого находится на другом поверхности и злодии проникли до помешканья именно через векно, правоохоронцы решили переверить, что не осталось в помещении сторонних людей и проникли до помешканья тем же шляхом. Государственная служба охраны выехала на сработающую сигнализацию. Преступники забрались в окно, поэтому ГСО решили тоже забраться в окно. Инспектор полиции охраны пометил на столу к біля векна альбом в шкарене полиции, а в ньому кілька сот старовинных монет. Знахидку он показал своим напарникам и разом они решили привлестить ее. Залезли в окно государственная служба охраны, посмотрели на квартиру и, о, смотри-ка, старинные монеты. Давай-ка их украдем. Давай. Это произошло всего две недели назад. Поэтому и вторая версия о том, что ГСО пытались ограбить этот дом, она тоже не исключается. То есть я предполагаю, что или одна, или другая группа правоохранителей пытались ограбить этот многострадальный дом. А вот что у них там произошло, это сейчас и выясняется. И я думаю, что в любом случае на гора будет выдана какая-то абсолютно маразматическая версия. В этой истории меня интересуют всего два аспекта. Первый. Кого они посадят в качестве разбойников, которые собирались ограбить этот дом? То есть кто сейчас на себя возьмет вот это готовящееся преступление? Ну и второе. Какую все-таки окончательную версию они выдадут? А, и третье. Наверное, они опубликуют данные на грудных камер, да, каких-то там, ну, да? Мы будем следить за этой сказкой Венского. За информацией, которую предоставляет МВД. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok